приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот интересное видео в чем смысл жизни но назвал я его не смысл жизни хотя если там в месяце в названии то постараюсь и так но назвать на значке как видите я ничего писать не стал вообще кроме цифр 123 значок постарался сделать говорящим человек рождается человек задумывается и человек доходит до того о чем он раздумывает а более полное название текстом я сделал такое три главных дня в жизни каждого человека но вдохновением и поводом для записи этого видео было фраза цитата может быть кому-то известно и может быть нет марка твена которую я поместил своей книге библия избранная который я недавно издал для распространения библия избранная из ветхого и нового завета ее можно заказать написав мне в личку цветном или черно-белом варианте с мягкость твердой обложкой кому интересно то пишите я вам там ответ где и как это можно сделать все это будет с моей обязательно подписью с моими пожеланиями и я пишу конечно кого знаю пожелание еще дополнительно от руки но у меня есть такая в конце стандартная страничка это пожелание редактора именно только в этой книге библия избранная я добавил цитату еще марка твена но потому что книга для распространения в принципе она творится вот такая первичная да ну а цитата марка твена звучит следующим образом если дословным два самых важных дня в твоей жизни первое день когда ты появился на свет и второй день когда ты понял зачем арк твен фраза отличная гениальная умная но неполноценная я и позволил себе перефразировать поэтому вы ролик сегодня что называется именно до перефразировать подредактировать и дополнить и у меня получилось три самых важных дня в жизни каждого человека об этом сегодня я скажу несмотря на то что я достаточно долгое время уже на ютубе проповедую в интернете но в реальной жизни понятно как таковой страничке смысла жизни на моем авторском христианском сайте христолюб.ру или христолюб.рф по-русски можно просто набрать то у меня даже такой страничке еще не было и конкретно ролик с таким названием меня тоже не было но по сути и сегодняшний вид как видите назвал я не совсем о смысле жизни хотя если там там просто определенное количество символов если youtube позволит то я конечно же добавлю и и это словосочетанием и все-таки сегодня хочу поговорить ролик будет интересен и тем кто только становится на путь познания истины и тем кто уже по нему идет что мы его так на два блока так скажем разобьем да по сути сама цитата марка твена она вот как бы и подходит тем кто только начинает об этом задуматься третий день который я добавил к цитате марка твена раз будет интересно тем и понятен тем кто уже хотя бы сколько-то прошел на пути этого познания смысла жизни или может быть приближается к его завершению логическому но об этом во всем я сегодня поговорю хотя я вам зачитаю аннотацию к своей страничке в чем смысл человеческой жизни я задаюсь вопросом рано или поздно добровольно или под натиском сложившихся трагических обстоятельств уме каждого человека рождается этот и другие подобные вопросы с этого момента будущее бытие этого человека зависит от правильных ответов на все эти вопросы на самом деле действительно о вопросах смысла жизни что естественно зачем я живу мы начинаем задумываться часто а я иногда вам хочется сказать что и всегда конечно же я не могу это доказать мне нет божественной статистики с небес но действительно мы задумываемся о смысле жизни моей вообще человеческой именно тогда когда нас стесняют трагические обстоятельства какие-то произошедшие с нами с нашими близкими окружающими людьми может быть конечно и совсем далекими но в основном это что-то близкое к нам и часто это с нами самими происходит ответ почему я дам позже это казалось бы да многие люди могут сказать что день нет я от хорошей жизни вот тоже стал задумываться об этом я расскажу чуть чуть позже но это действительно в основной своей массе именно так почему мы с вами и сказал узнаем чуть позже и давайте я немножко для вас почитаю предисловие который написал чем смысл моей жизни чем смысл вообще любой другой человеческой жизни для чего я живу то я откуда и куда иду если все заканчивается смертью то для чего дана это кратковременная болезненно и тленная смертная жизнь если у меня какое-либо предназначение в этой жизни или все суета что действительно важно в моей жизни а что пустое что естественно и так далее если вашем уме стали рождаться эти и подобные вопросы и и и вы место себе не находите желая найти на них ответы то вы попали в правильное место под правильным местом я подразумеваю здесь свои ресурсы в частности мой сайт мой youtube канал и когда человек на них попадает бог вас привел туда где вы найдете для себя ответы на эти и многие другие вопросы о смерти и вечной жизни о лжи и истине о суете и смысле жизни а рабстве и свободе а зле и добре ненависти и любви ну и дальше я уже отвечаю как раз чуть-чуть затянул на вопрос в чем действительно смысл моей жизни и почему именно из трагических обстоятельств очень часто человек начинает в этих вопросах таких задумываться вопрос в чем смысл моей жизни мне достаточно часто а я думаю что и многим из вас приходилось слышать такой ответ то смысл жизни самой жизни на этот но этот ответ у смысл жизни в жизни в самой жизни да но этот вопрос легкомыслен абсурден и неверен ибо он замыкает вопрос на самом себе казалось бы я даже не знаю почему вы знаете может быть конечно лет мне сейчас 41 год может быть лет 13 в 15 я тоже так отвечал может быть даже 16 я уже не помню потому что вы знаете как будто действительно с языка сама соскакивает когда тебе спрашивают в чем смысл смысл жизни я не я постоянно спрашиваю об этом людей но с которыми впервые жизни там встречаюсь но не просто прям в лоб там бью когда с кем-то познакомился в жизни по тем или иным обстоятельствам но действительно через какое-то время мне интересно задать такой вопрос человеку получить на него ответ вы знаете что как я вам сказал в большинстве случаев я смысл я именно слышу такой ответ что смысл жизни просто в жизни это абсолютно но этот ответ абсолютно неверен он действительно логичен потому что тебя и спрашивает в чем смысл жизни с жизни не может быть в жизни потому что вопрос и состоит в том в чем смысл жизни очень важно да поэтому он конечно же абсурдный и дается в основном просто когда человек не размышляет а вот просто знаете так быстро отвечать поэтому я назвал его легкомысленным да такой ответ и он конечно же в корне неверный потому что он просто абсурдный он замыкает вопрос и не дает ответа жизнь бывает разное одни люди радуются ей ибо наслаждаются ей изо дня в день испытывая различные удовольствия другой ненавидит ее ибо каждый день страдает испытывая ужасную физическую или психологическую и боль по разным причинам я о чем говорю да действительно смысл жизни не может быть в жизни по той простой причине что жизнь разная одни люди говорят родились золотые дети дали как там их только не называют родились все хорошо полнота здоровья красивые умные богатые родители с детства обеспечены и так могут прожить и всю жизнь и умереть так скажем да в красоте славе богатстве власти и все хорошо да в большом возрасте да прожив там больше ста лет имея кучу внуков как говорят там и правнуков да ну конечно такой человек скажет я люблю жизнь меня все хорошо спросите человека который страдает как я сказал физически и или психологически а естественно когда мы страдаем физически мы страдаем психологически и когда мы страдаем на самом деле психологически ну душе душевному телу тоже можно причинить боль и он называет это тело называет душой психикой по-гречески да и псих псих и хия душа вот тот человек страдающие психически внутренние когда им пришли боль обозвали обругали там прессовали человека да вот то он на самом деле потом начинает и физически страдать у нас душевное тело этим плотским телом точно так же взаимосвязано да вот спросите такого человека который страдает в этой жизни неважно в какой причине смертельно он там болен испытывает каким там болеет там раком и у него боли каждый день адские до какой там болезни кожи чего что-то да у нас миллион всяких болячек и страданий до спросить человек который да он может не физическом находится более но да возьмите любого человека финансового раба так скажем который попал на большие деньги там по какой-либо причине неважно его обманули ли он сам там вляпался спросить этого человека его жизнь прекрасно когда он теперь работает за корку хлеба и все там отдавая своим у кого у кого кому должен теперь да там огромные суммы денег его жизнь от и он скажет что он страдает мучается и ненавидит ее что в чем смысл жизни зачем я живу если жизни не может быть в самой жизни жизнь может быть ужасно какой смысл в ужасно и теперь знаете когда мы об этом с вами поразмышляли задайте себе или любому уже другому человеку а который с которым вы допустим об этом поговорили чем смысл ужасной жизни жизни полной страданий прошло конечно же в ней нет смысла сама тут уже сам об суд не ответ а сам вопрос становится абсурдным может ли быть смысл ужасной жизни может быть может ли быть смысл в боли в страданиях какой смысл в такой жизни если каждый день закрывая глаза ты мечтаешь больше их не открыть открывая ненавидишь то почему ты их и зачем ты их вообще открыл может ли быть смысл в такой жизни полные страданий боли и мучения и слез нет именно поэтому мы с вами подошли к тому о чем я сказал в начале в чем смысл жизни и что к такому вопросу мы подходим именно из испытывая страдания нож когда у нас все хорошо мы не задаемся этим вопросом и вот вам ответ почему да потому что это естественно потому что смысл жизни только в счастливой жизни и так сам ответ чем смысл моей жизни да и вообще человеческий счастливой жизни если чуть чуть более расширить тоже знает меня мои видео может быть скоро с ним познакомиться более правильно сказать не просто в счастливой жизни смысл счастливой свободной вечной жизни в кратковременной жизни тоже нет никакого смысла если все это закончится какая разница сколько я живу вот столичка или вот столичка если есть какой-то конец то все бессмысленно все канет в лету в реку забвения аида и ничего ничего не останется чем смысл смысл может быть только вечной жизни у тебя эту фразу расширяем и сразу же даем ответы то есть в чем смысл не просто жизни а в чем смысл вечной жизни эта жизнь должна быть свободная по плоти и по духу иначе в ней тоже нету смысла эта жизнь естественно должна быть абсолютно счастливой полное наслаждение удовольствие иначе и нет никакого смысла страданиях нет смысла страдания делают меня несчастны именно поэтому хорошие периоды нашей жизни счастливые в радостные во времена удовольствия мы не задумываемся о смысле жизни а знаете почему потому что этим смыслом жизни мы живем потому что именно в этой радости через получение наслаждения удовольствием и и и открывается смысл бытия и ты просто существуешь потому что это нормально быть счастливым это есть жизнь это есть норма жизни быть счастливым получать удовольствие радоваться от получения этих наслаждений тем или иным способом через те или иные органы чувств итак еще раз чем смысл моей жизни мысла жизни счастливой свободной вечной жизни полной радости через получение удовольствия или посредством получаемых удовольствие вождение в этом смысл жизни благой и такое греческое слово да по-русски переводится как счастье благой но абсолютное счастье правильно переводить благой свободной вечной жизни в принципе конечно же кто-то может быть кто впервые попала на мое на мои ресурсы на мое это видео ему покажется этот ответ не до конца раскрытый конечно же я приглашаю всех кто впервые может быть попал на мой канал кого познакомили со мной с моими ресурсами и после этого видео просто взять и познакомиться с моим ресурсом с моими с моими сайтом с моими каналами и как я сказал вы найдете для себя более подробные ответы развернуты ответы на все подобные вопросы в чем смысл жизни почему я живу зачем я живу каково мое предназначение каков мой путь куда я должен прийти откуда я взялся откуда ложь и правда суета и и и и доброделание да рабство и свобода зло и добро ненависть рай и ад царство небесное и гиена огненная ответы на все подобные вопросы вы найдете на моих ресурсах поэтому несмотря на то что я так кратко что у меня редко получается ответил на этот вопрос я надеюсь что у вас зажглась искорка и вы дальше будете уже сами искать это на подобные вопросы да ведь несмотря на то что ответ казалось бы такой простой и очевидный да что смысл жизни в свободной вечной счастливой жизни как этого а я что вечен а вечен ли я тем вроде бы вокруг умирает какие жизнь после так называемой смерти или нет а свобода я завишу от всего начиная от своего тела да который надо накормить напоить обогреть одеть а будь какая же это свобода по духу как говорил один из известных апостолов почему то я нахожу в себе такой закон нехороший закон жизни да то что хочу не делаю а чего не хочу делаю казалось бы хочу выбрать одно доброе да но нахожу в себе вот такое что тянет меня козлу так я свободен или я раб греха вот такое счастье а откуда страдания да в счастливе а откуда столько страданий если в них нет смысла почему они есть ответы на все эти вопросы в этом ролике я вам не дам но вы найдете обязательно их на всех моих ресурсах а дальше я хочу уже поговорить о том о чем я о фразе марка твену которую я отредактировал и расширил еще раз марк твен как-то сказал два самых важных дня в твоей жизни первый день когда ты появился на свет и второе день когда ты понял зачем конечно же я вам поставлю на экране значок к этому видео действительно первый самый важный день в нашей жизни это что когда я родился давайте все таки я еще раз дам вам свою интерпретацию как я переделал и дополнил цитату марка твена да потому что сказано красиво но не до конца верно я добавлю ну изменил и добавил изменил что уже не два а три самых важных дня в твоей жизни день когда ты пил первый день когда ты появился на свет второй день когда ты понял зачем и третий день когда ты достиг полноты счастья то есть блаженство через деятельное познание полноты истины и вечности а в чем эта истина заключается ты познал вечность пободу и любовь день когда ты достиг этого познания деятельного познания этого в своей жизни это есть тот третий день который который будет самым важным из трех дней хотя конечно же важен каждый день как достигнуть второго или третьего дня если ты не родился как достигнуть третьего дня деятельного деятельного достижения полноты блаженства счастья если ты не задумался о нем вообще в принципе в теории да зачем я живу в чем смысл жизни вот так что давайте поговорим об этих всех днях более подробным и так первый день это рождество давайте я вам зачитаю как я написал на сайте рождество день с которого начинается жизнь для каждого из нас этот день не зависит от нас мы не выбираем где когда и кем родиться в первый раз на этой проклятой земле за грехи прародителей мы просто рождаемся здесь чтоб через познание всей полноты истины обрести абсолютное счастье в любви свободе и вечной жизни первый день конечно же когда то у нас всех наступают первый раз когда мы приходим на эту землю приходим и сюда не раз многие 2 и 3 и 10 и 100 раз приходили на эту землю день когда мы приходим в первый раз мы конечно же не выбираем он от нас не зависит у продавали есть и просто существует он просто раскрывается в этом мире и и мы все всегда в нем были всегда есть и всегда будем. Но настает день, когда мы по плоти, так скажем, действительно являемся в этом мир, хотя не было дня, когда не было мира, и не было дня, когда его не будет. Бог был, есть и будет всегда. Он просто существует. Он сущий. Весь мир, который мы видим, всегда существовал. Меняется лишь форма. Бог есть видимая и невидимая сущность бытия. Но видимая сущность бытия, так скажем, такой временной матрицы, как будто проявляется. И мы с вами появляемся на этот свет. Этот день, первый день нашего появления, от нас не зависит. Ничего не зависит. Мы просто появляемся. Этот день важный в нашей жизни? Конечно. Без него может продолжиться наше бытие? Нет. Поэтому день наступает, конечно же, у каждого существа. И этих существ в мироздании бесконечное количество, потому что Бог бесконечен. Второй день в нашей жизни – это возрастание. Возрастание – это естественный процесс осознания себя и окружающего бытия через органы чувств. Испытываем боль – страдаем, получаем удовольствие – радуемся. Так проходит день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Удовольствие тускнеет, приедается и становится все более редкими. Боль становится все сильнее, невыносимее и постояннее. Один за другим рождаются вопросы. Я вам уже их перечислял, в чем смысл моей жизни, в чем смысл вообще любой другой человеческой жизни, для чего я живу, кто я, откуда я и куда я иду, что естественно и подобные. Ответы на них даются не сразу и не без усилий, но всякому неустанно просящему дается и стучащему отворяется. Но могут ли ответы на все эти вопросы жизни, эти теоретические знания сами по себе, сделать человека абсолютно счастливым? Конечно нет. Они могут подарить нам кратковременную радость, но достижение и обретение полноты блаженства происходит лишь после воплощения этих знаний в реальную и деятельную нашу с вами жизнь. Итак, когда мы с вами рождаемся, конечно же, по мере возрастания своего поплоти телесного, мы с вами начинаем осознавать себя и бытие нас окружающего. Как мы осознаем мир? Как мы с ним соприкасаемся? Соприкосновение происходит через некую точку, называющую нашим грань. Это такая точка в пространстве или много точек. Это наше физическое тело. Ну или когда душевное тело будет после того, как мы сбрасываем тело, либо тело будет духовное, когда мы достигаем уже в Царстве Небесном, будем в полноте познания истины и поплоти. Как мы познаем этот мир? Через органы чувств, если быть по-простому, да? Это наши глаза с вами, этот наш носик с вами, этот наши уши с вами, этот наш ротик. Эти наши ручки и ножки, которыми мы можем что-то потрогать. То есть, это видение, это слышание, это обоняние, это осязание, осязание и это вкусовые наши с вами рецепторы, да? Через эти пять органов чувств, как их назвали, мы с вами и познаем мир и бытие. Каким образом мы познаем их? Есть два варианта познания мира. Через боль и наслаждение. Мы испытываем боль, мы страдаем, понимаем, что это плохо. Мы испытываем удовольствие, мы радуемся и понимаем, что это хорошо. Простой алгоритм. Познание добра и зла в этой жизни. Счастье и несчастье. Истины и лжи. Еще раз. Алгоритм, есть такое очень правильное слово, в математике, в информатике, алгоритм познания истины от рождения каждого человека, очень простой. Через органы чувств мы с вами что? Мы либо испытываем боль, причиняемую нам, либо испытываем наслаждение. Испытывая боль, мы страдаем. И оттого становимся несчастными. Испытывая удовольствие, мы с вами радуемся, оттого делаемся счастливыми. И так изо дня в день. Что происходит с годами? Мы с вами взрослеем. Год, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать, тридцать. На самом деле, все в жизни приедается. Все удовольствия становятся тусклыми, становятся редкими, потому что мы их уже не замечаем, они становятся обыденными. Их действительно становится меньше с годами. Что происходит со страданиями и болью? Всяких проблем, несчастья у взрослого человека, в отличие от детства, становится все больше, больше, больше и больше. Какую сферу области человека не возьми, везде какие-то проблемы. Дом, семья, друзья, работа, хобби или еще что-то. Почти везде куча всяких страданий. Причем, чем ты становишься взрослее, тем больше во всяких областях у тебя ответственности, больше всяких, естественно, проблем, потому что мир этот, проклят после грехопадения наших прародителей. Здесь все тленно, здесь все страдательно, здесь все смертно. Все имеет конец, все имеет старение, все ржавеет, все ломается, прочие вещи, все умирает. Мы от этого страдаем. Естественно, человек достигает какой-то у всех, у каждого, конечно, своя какая-то планка. Знаете, когда вот сюда вот под горло подходит, мы живем, кому-то, кто-то, у кого-то эта планка настигает, может быть, даже, не знаю, в 10 лет, у кого-то в 13, у кого-то в 15, 16, 18, 20, 25, 30. Вы знаете, есть, конечно, люди, знаешь, как говорят, седина в голову, бес в ребро. Люди, я на своем пути жизни тоже встречал, казалось бы, уже взрослый человек, покрытый сединами, но живет как неразумный, как ребенок. Человек явно не по возрасту, вырос по плоти, но не созрел по духу. Вот, но действительно, если у человека более-менее нормальное течение жизни, и, как говорят, что если до 30 лет человек, вот, не вырос, хотя бы, хотя бы, и дошел вот до такой точки, да, вот, от точки рождения, вторая такая черта, нарезка, риска, на его пути жизни, да, это какая? Дойти действительно до такого дня, в который ты действительно поймешь, остановишься, и задумываешься, и задумаешься, а для чего я вообще живу? Как я вам сказал, в основной массе людей, я уверен почти в этом, потому что в счастливой жизни никто не задумывается, и вы знаете, тут я, и тут и не укоришь людей, как я вам сказал, уже в начале, да, я думаю, что мы с вами этот вопрос разрешили, что действительно, мы не задумываемся в хорошие моменты нашей жизни, о смысле жизни, только потому, что это как раз естественно, потому что у тебя все хорошо, что действительно твоя жизнь течет, все хорошо, все правильно, и именно поэтому ты не задумываешься, и это логично, это как раз соответствует истине, да, а почему думать, то есть как раз моя жизнь протекает правильно, как раз страдания, вот эта вот боль, причиняемая нам по разным причинам, жизнь настолько, так скажем, разносторонняя в сферах жизнедеятельности человека, что действительно, в любой сфере это не имеет значения, человек может порой прийти и через элементарные вещи какие-то, вот дойти до этой риски, но на самом деле это накопительный момент, конечно, хоть нам будет казаться, что это какая-то вот конкретная большая, говорю, может быть трагедия привела, но зачастую это может быть какая-то небольшая трагедия, или уже даже и вообще не трагедия, это какая-то череда мелких неприятностей в день у нас вот так вот, начиная с того, что споткнулся, упал там, палец прищемил, да, и эта маленькая горошинка, может быть уже просто вот быть дополнением, вот в мешок, который уже вот так вот по горло у вас вот набит, и уже вот эта вот горошинка, что вы там себе по пальцу треснули, это просто уже она попала в этот мешочек и все перевесила, да, или грубо говоря, вот сюда подошло, и все это и вас вырвало просто, да, всем тем, что у вас внутри уже накопилось, потому что я говорю, может быть каких-то, когда у людей спрашивают, что случилось, что ты там, да, в религию ударился, в Бога, в истину, стал вот таким вот задумчивым, стал меняться в жизни, люди думают, что обязательно крупная трагедия, но на самом деле мы знаем, что есть такая притча, да, ну истина жизни, что не обязательно потопить человека, привязав ему огромный камень на шее, можно просто привязать мешок с песком, который состоит из множества маленьких песчинок и камешек, здесь то же самое, поэтому на самом деле, несмотря на то, что внешне может казаться, что человека к этой точке жизнь подвела не какой, каким-то крупной трагедией, каким-то крупным, каким-то крупным ударом, какой-то сильной болью, на самом деле это, раз человек подошел к этой точке, то в жизни он уже достаточно настрадался. И в любом случае, триггером даже к этой мысли, пусть в тот день, была какая-то, пусть самая маленькая боль, которую он даже порой не придает значения, ему просто лишний раз на улице кто-то обидел и сказал, что он там урод, и он вечером об этом, она там задумалась, да, вот, но на самом деле, это уже просто, это уже просто последняя капля, как говорят, вот этих вот накопившихся страданий. У каждого есть эта своя норма. Если человек к этому подошел, значит уже можно сказать, что он просто настрадался в этой жизни. Это просто так. Потому что все мы внутренне, мы знаем, что мы созданы для блага бытия, для счастливой жизни. Именно вот эти вот страдания в жизни приводят нас вот к этому. Мы не понимаем, мы начинаем задумываться, почему я страдаю, почему я так живу, я не хочу так жить, я хочу жить счастливо. Что я делаю? Мы видим, что эта земля просто проклята. Кругом один ужас, ад, болячки, эпидемии, войны, несправедливость. Одни других порабощают, эксплуатируют, насилуют. Ты понимаешь, что ты просто в аду, и ты не хочешь здесь находиться. Ни плоть уже, ни духом. Ты не хочешь все это видеть, все это смотреть, переживать все это. Человек потихоньку начинает в сердце свое разрывать его, расширять, и вмещать туда не только своих близких. Начает переживать, он видит этот мир вокруг и понимает, что он не в порядке. Он понимает, что справедливости здесь никогда, она никогда здесь не торжествует. Зло постоянно побеждает добро. что этот мир не в порядке. Он сломан. Здесь все не так, как должно быть. Все должно быть не так. Мы все должны быть счастливы. Мы не должны умирать. Мы должны быть свободны. И что? И счастливы, и счастливы. На самом деле, конечно же, когда человек приходит к этому, вот как мы теперь переходим плавно к моему третьему дню, то есть, конечно же, человек от этой точки своего рождения дошел до второго этапа. Ну что? Это конец. Почему я вам и сказал, что, конечно же, цитата Марка Твена хорошая, но она не полная. Когда ты приходишь к этому осознанию, о том, что с вами сегодня сейчас я сказал, я думаю, что те, кто слушает меня, большинство, по крайней мере, зрители эту точку уже давно прошли. И вы все прекрасно знаете, что эта точка не конечная остановка. Осознание этого еще не сделало меня счастливым. Эти вопросы, знаете, в Библии, я думаю, кто меня слушает, читает Библию, значит, что им есть такая фраза, что много знаний приносит много печали. Это как раз, можно сказать, из этой серии. Конечно же, сами эти вопросы и первые ответы на них получаемые могут сделать меня немножко радостным, но на самом деле сами эти вопросы вообще не делают меня счастливым. Наоборот, эти вопросы, как мы с вами только что поразмышляли, наоборот, они еще вгоняют меня в большую тоску. Это пока лишь вопросы. Вот именно. Ты вопрошаешь, ты недоволен, ты несмирен, ты немирен, ты, наоборот, возмущен. Почему все это? Почему мир такой? Почему он поломан? Почему тебе хочется каждый день попиять и орать во все горло? Остановите землю, я сойду. Что в ней происходит? Мы готовы здесь жрать друг друга и просто выплевывать как нечто ненужное. Что все это? Эти вопросы еще больше раздирают меня. Я еще больше завожусь, я еще больше схожу с ума, я еще больше накручиваю себя, и хочу просто от всего этого избавиться. Конечно же, утешением, обретением мира кратковременного могут дать что? Ответы на эти вопросы. Ответы на эти вопросы тоже сразу не приходят. Получить ответы на эти вопросы можно только с трудом, потрудившись. Бог так грамотно и правильно все задумал в этой жизни, естественно, проявил, что даже поиск ответов на эти вопросы не даются просто так. Человек начинает алкать, начинает жаждать истины. Как я уже произнес эту фразу, человек, который теряет покой через вот эту вот точку, дошедшую, через эти вот вопросы, он не находит себе места, не находит себе места, мира, обретения в душе своей, пока не найдет ответы на все эти вопросы. И это путь. Это не происходит вот так по щелчку пальцев. Это порой очень долгий путь. Если взять пример моей жизни, я вам скажу, что у меня на это ушло так образно от 5 до 10 лет. Кто помнит историю мою, да, в 27 лет у меня наступило вот такой вот. Мой второй день, да, Господь явился мне, но он не открыл мне ответы, не дал мне ответы на все вопросы в моей жизни, хотя у меня этих вопросов был уже вот так вот под горло и боли, которые я уже тоже натерпелся и всех этих размышлений. Все, моя точка настала. Бог является человеку не просто так, когда все, вот он уже вот здесь вот готов уже рыгать дальше, чем он видит, тем, что у него внутри. Ты понимаешь, что все. И как я рассказывал, конечно, вот в моей жизни, почему я вам тоже такой пример и привожу, в моей конкретной жизни не было вот такого вот щелчкового дня или прям крупной, крупной такой трагедии, которая бы меня к этому привела. Но это просто была накопительная, как говорят, усталость там, да, есть понятие. Вот это то же самое, это накопительное уже вот это вот изнемождение того, что ты всю жизнь терзался о том, что мир, о том, что мир неправильный, ужасен, я стал сознавать вот и с 13 лет и вот до 27 я все мучился и терзался, да как же так-то, да. То есть я познавал, точнее, как я вам сказал, да, как мы все с вами через боль и наслаждение. Ну, понятно, все эти грани, которые мы с вами сегодня, конечно, линии и точки рассматриваем, понятно, что они очень размыты, это все так, знаете, есть понятие, как математика, якобы точная наука. Понятно, что жизнь не математика. И после каждой боли и страдания ты начинаешь размышлять над этими вопросами. Но все равно, вы знаете, у нас в жизни есть очень часто, вот по себе просто вам, почему, привожу пример, да, не говорил бы, меня не касался, не было мною, опытом изведано, а это просто моя жизнь. У меня в жизни, несмотря на то, что вот именно все это тоже можно вот так вот размыть, но у меня были конкретные дни, когда вот эти вот риски, отсечки моей жизни были действительно поставлены. Почему я свидетельствую? У кого-то это может быть достаточно размыто, это можно назвать периодом, даже вот этот самый второй день, так скажем, да, когда-то этими вопросами, тоже можно назвать, это может быть год жизни человека, когда он вот стал вот это вот все перебраживаться. И не просто, когда он каждый раз после какого-то наслаждения или боли, размышлял там над этими какими-то вопросами конкретно, или за что вот мне вот это вот, да, почему я там сегодня вот то-то, то-то там, не знаю, машину разбил. Он поразмышлял, разбил, пошел новую купил, там, страховку получил и обо всем этом забыл. А уже наступает потом год, где человек просто не может уже, вот он терзается, и он думает об этом уже постоянно, не важно уже, являются триггером какие-то опять новые события, боли в его жизни. Нет, он уже просто этот год, да, у кого-то это может в один день просто человека вот уже это накопить, и все это он может быть, может все это, всю эту боль, так скажем, выболевать, да, то есть уже вот в эти вот вопросы, да, вот в эту риску, в эту отсечку жизни, задавание вопросов. Действительно, ответы тоже не приходят просто так. Надо рвать, надо все отдать. В Евангелии Иисус много притч рассказывал о том, как человек, который действительно вот эту вот грань перешел, вот эту вот отсечку, вот линию в своей жизни, он ради этого оставляет все. Это не говорит о том, что человек все бросает, там в монахини уходит, в монахи, монашек, в монахи, короче, вы поняли, мужчины или женщины, не важно. Вот, нет, это, это люди, которые, ну, у меня по-своему было, так как я на моменты, этой отсечки, второго этапа в своей жизни, я не был ничем обременен, абсолютно, у меня нет было там своей семьи, детей, кого-то на иждивение, родителей, каких-то, каких-то, я имею в виду, людей еще, других, может быть, дальних там, родственников, или просто каких-то, ну, кто-то, за кем-то я там, как говорится, за кого-то был ответственный, в моей жизни, таких и такого не было, таких обстоятельств, я был абсолютно свободен, я, может сказать, в монахи там ушел, да, кто знает мою жизнь, то есть, я от всего, так скажем, отрекся с одним рюкзачком, пошел странствовать, с одной Библией, ну, потому что Бог мне сказал купить Библию, я ее купил, естественно, и по его благостному призыву, и моя жизнь, конечно, изменилась, и вот именно так она проходила, но это моя частная жизнь, и именно потому, что я не был обременен, искован, вот такими вот, обстоятельствами, конечно же, люди, живущие в семьях, у кого есть за кого-то какая-то ответственность, то, конечно же, они не могут так поступить по плоти, но по духу с ними происходит то же самое, конечно, их плотская жизнь тоже меняется, они там меньше куда-то ходят, там посещают что-то, но в любом случае начинают что-то больше читать, изучать, общаться с кем-то, с другими, с кем они раньше не общались, в поисках, вот именно ответов на все эти вопросы, и ответы на эти вопросы получить реально. Естественно, об этом я сам свидетельствую своей жизнью, и у меня таких людей потом, естественно, стало в окружении очень много, у тебя меняется круг общения, все, я говорю, прочие вещи какие-то, привычки, образ жизни, это проявляется, начинается во всем, в домашней обстановке, в одежде, естественно, начинаем меняться, и вот сам получение ответов на эти вопросы, конечно же, это путь тоже непростой, ничего в этой жизни просто так не дается, то есть, так же, как мы в жизни трудимся, чтобы что-то получить, как говорят, в материальном мире, в духовном мире, все абсолютно зеркально, все абсолютно параллельно, все абсолютно такая же проекция, получение духовных знаний, человеку нужно трудиться, человек начинает искать, алкать, ну, в данный момент, в современном мире, мы подразумеваем чтение, так как книги каждому сейчас доступны, любому человеку практически на земле, это аудио, мы можем слушать кого-то, да, в реальности, ну, и тем более, так у нас теперь есть цифровой мир, мы это делаем в интернете, видео мы что-то смотрим, изучаем, да, это общение, я говорю, с новыми людьми, опять же, в интернете или в реале, где мы их только можем найти, и, конечно же, у этого пути тоже есть отсечка, то есть, вот этот второй день, у него есть начало, когда ты задаешься этим вопросами, и у него есть конец, грубо говоря, когда ты, ну, вот возьмите, глядя на мою картинку, слева и права моё плечо, да, то есть, это вот такой тоже период, когда мы ищем, конечно же, сами эти поиски, знаете, это как поиск клада, это как путешествие, как ожидание праздника, процесс этот тоже делает нас счастливым, я по опыту своей жизни с вами делился, да и вы сами-то знаете, что это тоже, потому что ты находишь один ответ за другим, конечно же, это тебя тоже делает счастливым, потихонечку, но несмотря на то, что даже в ответах, на все эти вопросы, я вас уверяю, я вам свидетельствую о том, что можно достигнуть такого состояния, когда у тебя кончаются вопросы, потому что ты знаешь ответы на все вопросы жизни, я вам свидетельствую про себя, что это возможно, ты обретаешь, конечно, некую радость, от этого состояния, но сами знания без жизни по этим знаниям, это ноль, это ноль, пройдет время, и радость, несчастье, заметьте, я говорю, когда я поднимаю слово счастье, блаженство, я говорю о полноте радости, да, вот этой вот, постоянно испытываемой, то радость от того, что ты просто узнал ответы на все вопросы, если они не превратятся в реальную жизнь, эта радость пропадет, знания останутся, они никуда не денутся, но они перестанут тебя радовать, потому что, если твоя жизнь не будет соответствовать тем знаниям, которые ты получаешь, они бессмысленны, они просто есть в твоей голове, в твоем сердце, но если ты их не применяешь в жизни, если ты не живешь этими знаниями, если эти знания не становятся тобою самим, они не будут делать тебя счастливыми, лишь жизнь, причем такая жизнь, что эти знания становятся действительно не просто каким-то умовой формой, а реальным воплощением тебя в этих знаниях, или этих знаний в тебе, именно вот эта вот жизнь, поистине, в любви, свободе и вечной жизни, и делает тебя абсолютно счастливым. Итак, давайте перейдем к третьему дню, на моем сайте, я вам почитаю еще, что я написал, достижение, то есть вот этот третий день, день обретения полноты, без которого весь путь теряет всякий смысл. Можно сколько угодно долго читать и слышать о том, как полезен и вкусен тот или иной продукт, узнать, как он выглядит, и где его можно достать или купить. Можно уже даже держать его в руках, но пока не попробуешь его, не узнаешь, какой он на самом деле на вкус. Описать который никому, кому-либо другому, все равно невозможно. Можно очень долго копить деньги на отпуск, купить все самые необходимые, красивые вещи в путешествии, тщательно все собрать и при этом опоздать на самолет, и сказать, я почти улетел, но почти в данном случае не значит ничего, потому что ты не улетел, а остался дома, ни на какой отдых не попал. Подобных примеров можно приводить в бесконечное количество, но суть их одна. Испытать то, о чем слышал, что видел, что осязал руками, можно лишь познав это на опыте. Еду мы съедаем. Как можно познать вкус еды? Ее надо скушать. Как можно ощутить эту радость вкуса? Только поев или выпив что-то. Красоту можно увидеть, только лишь увидеть. Музыку услышать, аромат унюхать, приятное потрогать. Можно сколько угодно раз читать и слышать о том, что вечность, свобода и любовь делают человека абсолютно счастливыми, но блаженным от этого не станешь. Станешь блаженным лишь тогда, когда примешь и обретешь бессмертие, скинешь оковы любого рабства по плоти и духу и будешь деятельно любить все творение Божие, даже до смерти и смерти мученической. О чем я еще раз, о чем я хочу сказать еще раз своими словами. Жизнь познается, как я вам сказал уже, и вы все это знаете, потому что я такой же, как вы, а вы такие же, как я, через что? Через пять органов чувств. Сколько угодно можно прочитать все книги о любви, о сексе, как это прекрасно любить кого-то, мужчину, женщину, женщину, мужчину, мужчину, неважно. Можно сколько угодно про это перечитать книжек, романов, научных диссертаций, психологических книг и тренингов, любовных историй, видеть своих друзей, знакомых, любящих друг друга по духу и по плоти. Но пока ты сам, как говорится, не влюбишься, пока ты сам любить не будешь, пока ты сам не займешься с кем-нибудь сексом или любовью, как это говорят, ты не узнаешь, что это такое. Что такое оргазм, ты узнаешь только тогда, когда ты займешься сексом и достигнешь пика. Читать о нем бесполезно, слушать о нем кого-то ты можешь. Он, конечно, будет разводить руками, закатывать глаза, рассказывать, как это кайфово. Но не испытав его, его невозможно объяснить. Его невозможно объяснить через описание вкуса яблока, слышание прекрасной музыки. Это оргазм, это очень уникальное, опять-таки, индивидуальное удовольствие. Что толку человеку рассказывать, какая вкусная хурма, как она течет у тебя, самая спелая, самая сладкая, самая зрелая, как она у тебя течет по устам, как ты ее там вкушаешь, какая она сладкая, как у тебя эндорфин или что там в мозгу у тебя взрывается, все это, да, от того, что ты испытываешь это удовольствие. Что толку? Описывать человеку какую-то ты услышал прекрасную музыку, какого-то композитора, какой-то группы там или соло какого-то человека, как она прекрасно поет, как будоражит внутри что-то тебя этот голос, что ты испытываешь, какие-то невероятные эмоции, чувства, ты хочешь слушать и слушать эту музыку еще. Как это описать, человек этого не слышит. Как глухому пережить радость музыки? Никак. Только услышать. Что толку рассказывать человеку, ты там ездил, видел какие-то супер просторы, ты был на море, а он никогда на нем не был. Сейчас, ладно, интернет есть, каждый может посмотреть, хотя и то не каждый доступ есть. Но как, ну, человек, допустим, не видел. Как толку ему описывать, как ты там увидел это море, ощутил этот бриз своей кожей, да, что такое купание, как ему это рассказать? Он может только испытать, он может только сам увидеть. Глядя на лес, он тоже красивый, но ты не поймешь, что такое море, если ты его не увидишь, если ты его не ощутишь. Более того, его ощущаешь не только глазами, его слышишь ушами, и тебя успокаивает его колебания волн. Ты что? Ты осязаешь его носом, его соленость, его какой-то необычный запах другой, который нет там, где есть лес, прям в лесу, если ты там живешь где-то, где нету моря, ты чувствуешь даже на вкус эту соль, да? Ты своим телом осязаешь этот бриз, который на тебя накатывает, особенно, когда он такой теплый и нежный. Ты стоя на берегу моря, ты не просто его видишь, ты просто его чувствуешь. всем своим существом, через все пять органов своих чувств. Как это передать человеку, если он никогда там не был? Это в принципе невозможно. То же самое с истиной. Истина, естественно, как я уже вам сказал, или счастье, смысл жизни, в чем? В любви, свободе, вечной жизни. Что толку перечитать кучу учений всяких религий, мировоззрений человеческих, философов, каких-то там дохм и учений, переслушать каких-то людей. Да, ты можешь все узнать о любви, свободе, вечной жизни. Ты узнал, что ты вечен, да, казалось бы. Ты узнал, что ты свободен, вроде бы. Я вроде бы ощущаю себя свободным. Вроде да, я понимаю, что в любви вся сущность блага бытия. Но если я сам не свободен, если я сам действительно только лишь на словах говорю, что я смертен, а сам трясусь за эту жизнь, а на самом деле просто не веря в это, если я сам не люблю, я никогда не буду счастливым. Это просто знания, которые ничего мне не дают. Если все это лишь внешне будет по плоти и не будет вот у меня вот тут, вот внутри, это ничего. Примеры с морем, примером с сексом, примеры с вкушением чего-то, примеры с слышанием, с видением, с осязанием. Я вам уже привел, вы все это знаете в своей жизни. Я лишь говорю о том, что нас окружает. Вы все это знаете, вы такие же, как я, я такой же, как вы. Если это будет где-то снаружи, да, вот я вам такую картинку, где-то там, свет и любовь, бог, радость, вечность. Если это не будет во мне самом, это не сделает меня счастливым. Да, на втором этапе, который начинается от точки задавания вопросов и заканчивается получением ответов на эти вопросы, да, этот этап кратковременно на его финише, когда я нашел вот ответ о том, что да, счастливая жизнь возможна только в свободе, счастливая, вечная жизнь, да, потому что если она смертная, нет никакого вообще смысла тогда в ней, даже в счастье. Это временно, когда-нибудь закончится и все, просто как пропадет, как будто не существовало этого ничего. смысл жизни только может быть вечной жизни, свободной и счастливой, блаженной, да, испытывая постоянное удовольствие. Да, достижение этой точки на втором этапе получения ответов на эти вопросы, конечно же, сделает меня. Я переживу радость кратковременную, но если это не станет сутью моей жизни, если это не будет проявляться в моей деятельной жизни, то это ничего. Это просто ничего. Я очень часто привожу этот пример вот с самолетом, почти улетел. Я говорю, можно сходить по всем магазинам, купить себе самую классную, красивую, удобную там одежку на отдых, да, всякие примочки там какие-нибудь, ласты, маску там, поплавать в море, посмотреть рыбок. Да, можно все это подготовить, можно год работать, откладывать деньги, оформить документы, в последний день все собраться, ничего не забыть, все с собой взять. Да, и что? Даже по причине не от вас, зависящих, опоздать в аэропорт и никуда не улететь. Море где-то там, а ты сидишь в аэропорту на своих чемоданах. Да, почти улететь, это все равно, что не улететь. Можно сказать, что ты почти, ты был вот, вот, тебя там от отдыха отделяло, отделяет лишь вот мгновение, но ты не пересек эту черту. Это очень важно. И, конечно же, поэтому третий день в жизни каждого человека самый важный день. Конечно, самый важный днем можно назвать рождение, если бы его не было, не было бы остальных дней. Да, без познания с начала умового, теории, невозможна практика. Да, день, в который я задался всеми вопросами о смысле жизни, нашел ответы на них, это, конечно, тоже важный день в моей жизни, но без достижения третьего дня, без обретения этой полноты счастья, все остальное может просто оказаться бессмысленным. Даже первый и второй день. Зачем тогда жизнь, если я опять, мы возвращаемся с вами на ту же точку, с которой начали. Зачем, как в чем смысл жизни, зачем жить, если ты несчастен? Не будучи вечным, не будучи свободным, не любя все Божье творение, ты никогда не обретешь счастье. Ты так и будешь дальше страдать. А значит, смысл в твоей жизни просто нет, потому что нет никакого смысла в страданиях. Сегодня мы с вами не будем говорить, что эти страдания имеют на самом деле смысл. Вот в этой временной земной жизни у меня на это есть отдельный плейлист, называется «Если Бог есть любовь, то откуда страдания, мучения, ад, гиенна, угнина». Вы сможете на моем канале его найти, страничку есть соответствующая на моем сайте и с этими вопросами тоже разобраться. Сегодня мы такую общую тему говорим. Поэтому и теперь уже кратко я скажу, все равно и будем с вами заканчивать. Конечно же, вопрос вечности, он прежде всего, он фундаментальный. Без него, как я вам уже много раз сегодня сказал, все вообще теряет смысл. Теряет смысл даже вопросы о смысле жизни. Если все это моя жизнь, мгновение, которая заканчивается и дальше за ней ничего нету, меня как личности, вечной личности, уникальной личности никогда больше не будет существовать, все это бессмысленно. Бессмысленно даже сегодняшний наш с вами ролик, размышления и время на него потраченное или посвященное, как хотите. Если нет вечности, то все бессмысленно. Вопросы о смысле жизни бессмысленны, потому что все это просто канет в никуда. Это очень важный момент. Поэтому, конечно же, смысл можно искать, начинать его. Отправная точка это принять, что Бог, бытие, в котором он всячески во всем присутствии, в котором он сам и является, он вечен, а значит вечно все его мироздание, все его творение, все его бытие, в котором в этом творении, он всячески во всем присутствует. И все это творение вечно. Уничтожившись, его бесполезно. Оно лишь меняет формы. Если задумайтесь над миром и посмотрите, в мире ничто неуничтожимо. Все меняет формы. Уничтожить ничего нельзя. Даже когда мы бомбой взрываем дом, на самом деле мы меняем лишь формы. Мы, по сути, эту бомбу из чего-то создали, этот дом из чего-то построили. И бросив эту бомбу на этот дом, мы лишь изменили форму. В ни во что это превратить, просто уничтожить нельзя. Мы изменили форму, но не уничтожили материю или бытие, как хотите. В этой жизни ничего уничтожить нельзя. Бог просто существует. Мы с вами все, когда достигаем полноты истины, понимаем, что мы тоже всегда были, есть и всегда будем. Мы просто сущие. Мы просто существуем. Очень важно, и причем сама вечность это даже не выбор человека. Он просто существует. Мы даже если захотим когда-нибудь отречься от своего существования, мы просто этого сделать не сможем, потому что мы просто существуем. Единственная в чем разница, дальше переходим к вопросу свободы, человек принимает это в этой временной земной жизни или нет. Во временной земной жизни, потому что дальше, после так называемого перехода или у людей этот переход называется часто смертью, хотя ее в принципе не существует, но после перехода мы все равно в эту вечность попадем. Эта жизнь, временная земная жизнь лишь школа познания вот этого вот всего. Это иллюзия матрицы, в которой якобы все заканчивается. На самом деле не заканчивается ничего. И принятие этой вечности, не вера в нее, потому что она просто верим мы или нет в Бога, он от этого не появляется и не пропадает в бытие. Верим мы или нет в вечную жизнь, она не появляется и не пропадает, она просто существует. Вопрос мы, принимаем ее или отвергаем в своей жизни. И даже не ее, а мысль о ней, вот так правильно надо сказать. Потому что ее, как я вам сказал, отречься вечность нельзя, ты просто существуешь. Всегда был, есть и всегда будешь. как бы ты не хотел уничтожить себя, в принципе невозможно. Просто, априори. Но принятие, как есть такое, люди знакомы с Библией, знают, что есть такое понятие примириться с Богом. Бог есть истина, Бог есть вечность. Вот примириться с тем, что ты вечен, если ты до этого с этим боролся, это, так скажем, отрицал, это просто все равно, что снять собственный сапог с собственного горла, на котором ты сам стоял. Это просто нужно тебе. Твоя жизнь сразу радикально изменится. Конечно, можно верить в вечность. Многие люди, даже слово веру не будем опять применять, да, можно примириться с вечностью, можно жить понятием вечности, можно жить как бессмертный, с этим пониманием, с этим полным ощущением. Действительно, не просто в это верить, а понимать это, осознавать и действительно чувствовать себя, прям вот жить, неважно, ты знаешь, у тебя просто переход в другую дверь вечную жизнь и жить как злодей, да, можно, не как, вернее, а жить злодеем, творить зло, можно, можно. Полно злодеев на этой земле от первых песен Адама и Евы, веря в вечность или, как еще раз мы уже сказали, принимая эту вечность, действительно, пребывая в ней уже можно сказать, да, все равно творили зло. Сейчас мы к любви подойдем. Второй – это свобода. Вы скажете, ну какая свобода? То есть, они с вами уже говорили о том, что я говорил, о том, что, да, я от всего завишу, вот от этого, ну завишу я опять же лишь в этой временной жизни, лишь от этого временного земного тела, которое было что? Проклято за грехи самого человека. Земля и все дела, которые на ней теперь мы творим, это все дело рук человеческих. тело это земное создано из праха земного. И когда эта земля стала проклятой за грехи человека, то и тело наше стало таким же грубым и проклятым. Но это все временно. осознав, примирившись с вечностью, уже живя как вечный, пребывая на самом деле внутренне. Я вот всем говорил все время, что я живу не просто как бессмертный, когда мне там говорят, да тебя грохнут или еще что-то, я говорю, меня никто не грохнет, я вечный, меня можно лишь отправить в иной мир, дверь мне открыть и пиндалем туда отдать, чтобы я туда полетел просто. Да, это можно, но убить меня невозможно. Я вообще не воспринимаю слова убийства, смерть к себе, что это какое-то зло там для меня. Для меня это не зло, а переход в иной мир, да. Поэтому это не свобода по плоти временная, но свободу по духу мы обретаем уже в этой школе жизни, в этой земной жизни, смертной, тленной. Да. Мы здесь обретаем. Свидетельствую вам в своей жизни, что эту свободу обрести абсолютно реально. Я эту свободу обрел и всем вам этого желаю. Свободу по духу обрести это то, к чему призывал нас всех Иисус Христос. Всякий делающий грех, раб есть греха. Но если обретете истину, любовь и в полноте этой любви будете пребывать, что устаньте свободными. Это любовь есть Иисус, Бог, любовь. Обретя эту любовь, свободу по духу, ты обретаешь в этой жизни. И через краткое время наша жизнь вот так вот пролетает. И порой мы не доживаем даже и до 100 лет. При переходе в вечность, но в иное бытие, в дальнейшее бытие, мы что? Мы с вами все обретаем свободу и по плоти. Мы с вами не будем уже даже временно умирать, мы с вами не будем тлеть, стареть, разрушаться, болеть. Все это останется в этой земной жизни и обо всем об этом мы с вами позабудем. Можно обрести свободу. Сама это внутреннее сознание вот здесь ты не можешь конечно пока это вкусить деятельно, но вот здесь как раз работает тот принцип, что сами знания о том, что при переходе ты обретешь свободу и по плоти, то все это когда-нибудь весь этот дурдом страданий закончится, несправедливых с тобой творящихся тления и смерти, которые от тебя в этой жизни так скажем не зависят то всему этому настанет конец как раз здесь если жизнь смерти бессмысленна то конечность страданий как раз имеет смысл и как раз осознание того, что все это настанет эти все страдания изменят, что все это временно делает тебя и свободным но освобождение по духу происходит тогда когда ты начинаешь что? когда ты начинаешь в полноте любить все творение Божье мы подходим к третьей сущности это к любви стяжать как это есть такое выражение да, брести стать этой любовью пребывать в этой любовью может и обязан каждый в этой жизни и эта любовь нужна не потому что надо какие-то заповеди соблюдать ради Бога нет это надо делать не ради Бога а ради себя потому что именно любовь и делает нас счастливым когда мы любим и мы любимы мы все прекрасно понимаем что идеальное бытие это когда все вокруг любят друг друга а что такое любовь это когда никто никому ни при каких условиях не делает зла даже если уделают тебе и сколько можешь в этой жизни делаешь добра и даже тем кто делает тебя зло вот вам и весь ответ Иисус об этом говорил в двух разных фразах об одном и том же люби ближнего как самого себя а в другом месте поступай с окружающим миром так как хочешь чтоб поступали с тобой и не делай ничего никому того чего себе не желаешь в этом весь закон как Иисус говорил и пророки в этом в этом есть сущность благобытия вечного благобытия закон вечного благобытия каков это любовь доброта то есть это что это доставление всем вокруг каких-то удовольствий и непричинения ни какой поле onc все доставление все в этом он Продолжение следует... 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 Продолжение следует...